Балкон С кракелюром, с декупажем С патиной поработаем А второй самый простой способ Который очень красиво смотрится Это называется Я его называю кружевом У нас получится кружевной горшочек Наносим грунтовку Для того, чтобы у нас краска равномерно легла А грунтовка белая, да? Да, грунтовка белая А где можно грунтовку такую приобрести? Ну это в специализированных магазинах Где продается все для творчества Полностью весь горшочек покроешь Грунтовочка А я приступлю к нашему второму горшочку Что мы делаем дальше? Мы покроем сейчас вот этот горшочек Акриловой красочкой Наташа, акриловая красочка у нас Как обычно баллончик высох быстрее Чем акриловый грунт Берем салфеточку Любую салфетку, можно бумажную Вот у меня просто есть вот такая рабочая салфетка Ну чтобы она ажурная была Да, ажурная обязательно Наташа, пока я иду Прыскать баллончик с золотой краской Тебе даю задание Берешь акриловую темную краску Коричневый у нас шоколадный красивый цвет И покрываем наш горшок Горшочек наш готов Да, кружевной Сейчас мы поставим цветочек У нас высохло второй слой краски Коричневого Теперь мы берем кракелюр Для, делаем для потрескивания, да? Для состаривания И наносим хаотично Через полчаса, когда высохнет наш очередной раз горшочек Мы носим яркую желтую краску Здорово! Яркий у нас горшочек, будет летний такой По-настоящему летний Что мы сейчас делаем? Ну, кракелюр у нас подсох Теперь мы наносим желтую Нашу яркую акриловую краску Равномерно мы это делаем? Да, равномерно Горшочек у нас подсох Видишь, какие у нас получились трещины состаривания? Да, очень красиво так получилось Очень оригинально Ну и последний у нас этап Это нанесение декупажа А края должны быть неровные, да? Да, да, да А его и сильно не будет заметно Вот смотри, можно вот этот цветок Мне кажется, тоже очень красиво Клей, лак декупажный Переворачиваем наш рисунок, картинку, да? И наносим клей Ну все, берем салфеточку Берем тамбончиком И вот такие делаем похлапывающие движения Горшочек у нас закончен Я считаю, что у нас очень красиво Так по-домашнему Да, очень здорово получилось Творите, экспериментируйте И смотрите утром на Енисею Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому